так итак новая статья из серии чайник на диване продолжение статья называется элита избранные итак элита избранные кто они если смотреть на вопрос широко и по возможности объективно думаю не открою тайны если предположу что всех их должно что-то выделять из общей массы пойдем по порядку но только на все смотрим как потребитель и конечно как чайник на диване элита будь то растения животные люди элитные растения это те что люди стали выделять для получения нужных результатов хотя сами растения вряд ли понимают что они какие-то особенные например пшеница растет она себе растет никого не трогает и тут бац прошел селекционер увидел колоски определенной формы или количество зиме зерен больших по большие берет и забирает или в питомник или куда-то на разведение и увеличение популяции остальное же подрастает до нужной кондиции и уходит в жатву и муку без последующего сохранения и размножения в лучшем случае если останутся образцы или записи в журналах ботаников селекционеров но еще соответственно дикоросы другая грань этого отражена в животном мире живут себе звери кто-то травку кушает и греет спинку на солнышке кто-то рыщет по лесу в поисках ослабшего или зазевавшегося сородича чтобы чтобы выбрав удобный момент вцепиться в горло и насытить пузо а кто-то из греющих спинку может осматривать окрестности и увидев хищника пробежав по нему своими огромными копытами сохранить и детенышей и продолжить спокойненько пощипывать травку греть спинку на солнышке до следующего раза считает ли себя или ты хищник или травоядная мне доподлинно неизвестно сказках конечно есть и царь зверей и мудрый ворон и хитрые лисицы но кем они считают сами себя узнаем когда они нам об этом расскажет человек же тут человек же и тут влезает со своими шкурными или не очень интересными и отбирает то коров дающих пожирнее молока то соболей шорсткой получше и даже для отдельных видов завел красную книгу и заносит туда отдельные виды и защищает их от истеребления и разводит и подкармливает но есть и такие виды которых по мнению человека не жалко и и стрелять ты их можно без путевок ограничений а то и специальная от облавы с обстрелами и флажками с отстрелами и флажками но повторюсь определи элитность определяет за них кто-то другой их как и растение никто не спросил и вот мы плавненько подходим к тем существам что именует себя человеком и считает сами себя кто-то венцом творения кто-то рабом божьем в общем много кем даже есть такие кто считает себя переселенцами из других планет или компьютерными персонажами как говорится дайте мне чего не курит стоп гражданин майор мы же не пропагандируем мы только шутим каждый имеет право думать что вздумается пока законом еще это не запретили запретить ли это новый состав думы или нет увидим так рассмотрим человека и человека называющими себя элитами ранее они себя миновали то князьями то графея то барон в общем дворяне или благородные сословия чем же они отличались выделялись в том самом древнем времени выделялись они в первую очередь тем что им было не все равно как они живут им хотелось большего или как минимум хотелось жить не боясь и не оглядываясь а для этого необходимо было или учиться воевать или обретать какие-то навыки и как минимум не потерять то что было завоевано или обретено площадь прошлыми поколениями по мере смены поколений и сохранения знаний и умений прошлого поколения стало приходить и понимание того что накопленные знания можно не просто передавать от родителей к детям но и можно обретать новые знания и умения что начинает выгодно отличать одни рода от других которые не сохраняют прошлого это же послужило и тому что знающие и умеющие стали навязывать свою волю где силы где словом по мере развития соотношение силы слова и силы оружия менялись сила слова становилась тем сильнее чем надежнее она подкреплялась силой оружия или дела или делами мир развивался и на определенных территориях стали жить совместно со сравнительно большое количество тех кто обладал и силой слова и силой оружия и в какое-то время шли кровопролитнейшие войны но так как эти роды все-таки имели и возможность развития и саморазвития к ним постепенно пришло понимание что многие вопросы можно решить переговорами и разумным делением распределением и только очень в редких случаях имеет смысл прибегать к мечу и яду где-то там и возник способ принятия общих решений путем общих обсуждений и принятие решения путем голосования и правом голосования наделялись наиболее важные особы остальные же подчинялись и выполняли волю большинства знатнейших имеющих право голоса шли годы менялись века эпохи пришли мы к тому что право голоса смог получить уже не некий избранный а каждый гражданин так как пришло понимание что каждый человек рождается свободным что накладывает на него определенные права и обязанности фактически приравнивая его к элите сливкам общества человек в отличие от вышеперечисленных сам определяет кто из людей элита а кто нет право голосования да и делает человека куда более важным чем сами избираемые элиты так как он своим голосом своей волей дает кому-то право быть избранным элитой и даже если он не приходит голосование он все равно избирает только в этом случае он избирает элиту но элиту не свою а то а того кто пришел на выборы тогда с чего избиратель не своей элиты думают что это элита будет работать в его интересах право голоса видимо как и здоровье пока она есть мы не замечаем и не считаем чем-то важным но как здоровье начинаем терять так сразу начинаем лечиться соблюдать режим и ценить его получается очень странно право голосовать у нас пока еще есть есть что собственно тождественно элитам имеющим когда-то право решать свои судьбы и судьбы других но мы сами добровольно выталкиваем себя из этих над из над элитарного в подчиненное состоянии не пользуюсь этим правом происходит это незаметно по чуть-чуть там отрезали право говорить там право собираться там добровольно спава путали с принудиловкой и прочее и прочее и прочее и все молчат хотя если подумать то сами себя вышвырнули из элит своим не верим самих себя видимо надо совсем потерять людям это право чтобы осознать эту ценность тогда и вернут люди себе это право и начнут его активно использовать и вершить как и положено или те свои судьбы и судьбы страны решай же достоин ты и далее оставаться настоящей элиты сливками общества имеющим право решать судьбу и судьбу страны или отсидишься вдали телеэкранов добровольно вычеркнув себя из избранных имеющих право вершить обрекая себя своих детей еще не имеющих этого права силу возраста а также друзей знакомых родственников на судьбу от брошенного кем-то растения или животного ну и чисто отдельно дополнение так сказать по скрипту да то есть 19 числа санкт-петербурге выборы будут не только в госдуму а в загс соответственно будет я так понимаю 4 бюллетеня и заполнять их необходимо правильно я туда пойду ножками мое мнение такое что если политика проводимая партия единой россии правительством вас устраивает то даже не обязательно туда ходить если бюллетень испортили это равносильно тому что проголосовали за единую россию если проголосовали за партию которая маленькая малоизвестная ну в общем ней не входит состав этих четырех основных то это равносильно того что проголосовали за единой россии дистанционное голосование досрочное и все остальное голосование я тоже считаю что это равносильно тому что проголосовали за единую россию ну так что отсидеться или нет решайте сами как то так так что 19 числа я пойду туда ножками и бюллетень буду заполнять правильно а что будете делать вы решайте сами